Доброе утро, дорогие друзья! С вами Капля, и мы продолжаем говорить о политических заявлениях Иисуса Христа. Второе, что я хотел бы сегодня обсудить, это совместная трапеза Иисуса Христа, как считали фарисеи, с кем попало. Дело в том, что фарисеев называют застольной сектой. Это люди, которые тщательным образом исполняли все предписания закона, в том числе касающиеся пищи, в большей даже, наверное, мере, чем во всем остальном. Так вот, по мнению фарисеев, как, наверное, впрочем, и многих людей религиозных, кушать с некоторыми людьми является не просто неприемлемым, но зачастую преступлением. Даже Новый Завет, говоря об отступниках, говорит, и не есть даже с таковым. Но подождите, Иисус Христос, Он кушал вместе с грешниками, Он кушал с мытарями, Он ел с теми людьми, которые были презираемы в Израиле. Он не просто делал это для того, чтобы показать этим людям, что Он их тоже любит. Если бы, допустим, Иисус хотел показать Закхею, что Он его тоже любит, то зачем это было делать публично, показывая всему народу, что Ему, в принципе, не особо важно соблюдение внешних социальных приличий. Для Него гораздо важнее этот человек. Другими словами, то, что Иисус Христос ел с грешниками и мытарями, возлежа у них дома, проводя с ними время, говорило о том, что Он намерен изменить социальные вот эти все ранжировки того времени. И я на 100% уверен и сегодняшнего. Смотрите, что пишет Матфей во 2 главе, в 16 стихе. Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам Его, как это Он ест с мытарями и грешниками? Как такое возможно? Человек с претензией на мессианство, Он ест с этими людьми. Нормальный человек не может общаться с отребием. Но Иисус говорил о равенстве для всех людей. Когда мы говорим о благодати, мы говорим, что все, абсолютно все люди спасены по благодати. И то же самое касается будущей жизни в царстве. Там не будет правых и левых. Там будет только царь и Его подданный. И когда Иисус ест с мытарями и грешниками, Он делает политическое заявление. Он говорит, в Моем царстве не будет разделений. Будет истина, настоящее равноправие. Это настолько сильно злило фарисеев, что они просто приходили в ярость.